Всем привет, я Влад и это магазин Попади в десятку. Сегодня у нас на обзоре переломная винтовка от компании Stodger. Это Stodger X50 в таком деревянном ложе. Но здесь есть еще и кое-что. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий, чтобы помогать нашим видео в продвижении. Итак, возвращаемся к винтовке. Казалось бы, винтовка да винтовка, но здесь в комплекте есть оптика, которую я не установил на винтовку, потому что так будет удобнее про нее рассказывать. Ну смотрите, в первую очередь, конечно же, у нее есть вот такие вот крышки. Крышки снимаются и все. Далее, что же это за оптика? Оптика 3х9х40, то есть с переменной кратностью. Здесь есть, конечно же, барабан для диоптрийной отстройки. Естественно, настраивается кратность. Безусловно, регулируется прицельная сетка и также еще и отстраивается параллакс. Вот такая вот оптика. Кстати говоря, оптика очень даже неплохая. Очень даже неплохая оптика. Крестообразная здесь сетка и отсутствует подсветка. Даже заговорил стихами, как вы успели заметить. Все для того, чтобы поставить эту оптику на эту винтовку, уже есть в комплекте. Пожалуйста. Крепление под ласточку. Под ласточкин хвост 11 мм, точнее. Все, конечно же, правильно. Что ж, ну давайте посмотрим на нее поближе. Ну и обязательно постреляем. Погнали. Интернет-магазин, попади в десятку. Изготовлена винтовка компании Stodger. Ствол у винтовки нарезной и разгоняет пулю до высоких показателей скорости. Стреляет же она теми самыми валанчиковыми пулями в калибре 4,5 мм. Но для того, чтобы скорость вылета пули из ствола была как можно выше, в том самом варианте винтовки, в котором она поставляется, на территорию нашей страны, именно России, я бы порекомендовал вам следующие пули. А именно, Квинтор Торнадо весом 0,23 грамма или же Диаболой, вес которых 0,28 грамм. Корпус сделан из металла, а ложи винтовки из дерева. Тыльник у винтовки резиновый и рельефный. Из прицельных приспособлений здесь, конечно же, есть стандартные. Да, это мушка и целик. Целик можно настраивать под себя в двух плоскостях, что, конечно же, бесконечно удобно. Помимо всего прочего, я уже сказал о том, что здесь есть планка «Ласточкин хвост» 11 мм для установки дополнительной оптики, которая, да, кстати говоря, опять же, повторюсь, идет в комплекте. Предохранитель у винтовки автоматический. Длина изделия 1270 мм, вес винтовки почти 3,8 кг. После возвращения винтовки к заводским настройкам, заявленная скорость вылета пули из ствола достигает 350 метров в секунду. Но на территорию России винтовки, конечно же, поставляются в ослабленном виде с разрешенной мощностью для свободной продажи и покупки. Говоря проще, чтобы ее приобрести, специальные документы вам не потребуются. Просто приходите и покупайте, или делайте это и вовсе онлайн. Но если вам, конечно же, есть 18. И вот раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно доставка по всей России. Обзор на эту замечательную винтовку подходит к концу, и повторюсь уже в какой раз. Я и правда бесконечно убежден в том, что винтовки от компании Stodger это один из лучших выборов, если мы с вами говорим про переломки. Стреляют отлично, сделаны отлично. Дерево обработано не только снаружи, но и внутри, и вообще в остальном не докопаться. Все сделано как нужно, так и сделано. Очень классные винтовки, я считаю. Я просто даже не знаю, чего еще можно было бы хотеть от пневматической переломной винтовки. Друзья, если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как она вам, или задавайте вопросы. Я с вами прощаюсь, всем спасибо, пока и до новых обзоров.